Здравствуйте! В эфире проект в ритме жизни в студии Руслан Иванов. О самом интересном из мира интернет и хай-тек технологии узнаете прямо сейчас. Не пропустите! Инженеры Disney разработали магическую скамейку дополненной реальности. Хочешь пообщаться с любимым интерактивным персонажем? Усаживайся поудобнее. Подразделение Disney Research продолжает экспериментировать в области, где пересекаются наука, современные технологии, анимация и кинематограф. На этот раз инженеры компании разработали уникальную магическую скамейку, усевшись на которую любой человек сможет пообщаться с интерактивным анимационным персонажем. Нет, он не будет видеть персонажа непосредственно в реальности, но увидит его на экране, расположенном напротив скамейки, словно отражение в зеркале. При этом можно будет общаться с персонажами и даже физически ощущать их движение. Работает система достаточно просто. Прямо напротив скамейки был установлен сенсор глубины. В данном случае инженеры Disney использовали Kinect 2.0, а также еще одна дополнительная камера. Дальше в дело вступают алгоритмы, написанные специально для данного эксперимента. Они обеспечивают расположение тела человека в пространстве и аккуратно вырезают его из фона, позволяя вставить анимированного персонажа в любое место трехмерной сцены. При этом, если человек проведет рукой позади героя, алгоритм аккуратно перекроет руку в местах пересечения, а если провести рукой перед персонажем, рука будет видна. То же самое можно сказать и о реалистичных тенях, отбрасываемых на виртуальных героев. Все эти технические ухищрения делают анимационных зверушек максимально реалистичными. Реализма добавляют и встроенные в скамейку вибромоторы и динамики, передающие, например, храп нарисованного слоненка, задремавшего рядом с сидящим на скамье человека. Пользоваться интерактивной скамейкой могут сразу несколько людей. Подобная дополненная реальность вполне может использоваться в будущем в развлекательных парках Дисней. Ученые из Тель-Авивского университета и университета Бен-Гуриона при поддержке своих канадских и китайских коллег смогли решить проблему неточного считывания предметов лазерными 3D-сканерами. Способ оказался очень недорогим, но эффективным. Согласно закону Архимеда, на тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, равная весу, вытесненной этим телом жидкости. Это ценные знания и применила международная группа исследователей, смастерив свой 3D-сканер из недорогого манипулятора и заполненного водой аквариума. Принцип его работы довольно прост. Манипулятор держит сканируемый предмет, а затем погружает его в резервуар с водой, достает, снова погружает, делая это с постоянной скоростью. Специальный аппарат в это время замеряет изменение уровня воды и составляет набор срезов сканируемого предмета, после чего передает полученные данные программе, которая объединяет информацию и на ее основе делает 3D-модель. Как следует, помогав в резервуар, даже предмет со сложной формой можно добиться очень большого сходства оригинала и созданной на его основе модели. Возможности своего метода исследователи продемонстрировали на примере фигурки слона с наездником. Сейчас разработчики заняты доработкой метода, ведь такое сканирование занимает довольно много времени. Новый вид спама охватил Россию. Злоумышленники придумали, как обойти законодательство и навязать рекламу телефонным абонентам. Новый вид спама появился в России и приобретает все большую популярность. Злоумышленники придумали, как побудить абонентов перезванивать и получать рекламные сообщения. По данным исследования, аналитической компании Telecom Daily с новым видом спама уже столкнулись 65% россиян. Федеральная антимонопольная служба считает, что действующее законодательство не запрещает данный вид спама. Злоумышленники программируют автоматическую систему, она набирает номер телефонов, а потом обрывает вызов после первого звонка. В результате у гражданина на мобильнике высвечивается пропущенный вызов с незнакомого номера. Если он перезвонит по этому номеру, на одном конце автоматизированная система озвучит рекламное объявление. Представители Telecom Daily опросили более 3000 россиян. Выяснилось, что 65% опрошенных сталкивались с подобным видом спама. Причем за последние полгода количество рекламных сообщений подобного рода выросло на 50%. По информации сотовых операторов, провокации с целью заставить человека перезвонить впервые появились в Японии. В некоторых вариантах этой схемы человек перезванивал на платный номер и с его счета списывали деньги. Сейчас в России чаще всего просто зачитывают рекламу. Первоначально схему использовали в мошеннических целях. В этом году мошенники особенно активно используют эту схему в целях рекламы различных услуг – юридических, медицинских и так далее. А теперь самое интересное и чаще всего просматриваемое видео из интернета. КОНЕЦ Ну вот и все, о чем успели вам рассказать сегодня. С вами был Руслан Иванов, проект «В ритме жизни». Следите за новостями из мира интернет и хай-тек технологий. Будьте в курсе всего самого интересного. До свидания.